После назначения на должность министра внутренних дел Владимир Алай провел несколько рабочих встреч. Одна из первых состояла с председателем общественного совета при ведомстве. Предметом для обсуждения стал целый ряд вопросов. Рашид Хунагов проинформировал главу ведомства о том, что в состав этого совета входят уважаемые и авторитетные люди. Они представляют различные сферы жизни республики, общественную, спортивную и культурную. Активно в работе совета используется богатый жизненный и профессиональный опыт ветеранов органов внутренних дел Адыгея. Министр отметил важность самого тесного взаимодействия с общественностью, причем на всех уровнях. На встрече было принято решение о проведении ближайшее время с участием министра заседания общественного совета. Состоялось оно недавно в конференц-зале научной библиотеки Адыгейского госуниверситета. Перед началом работы председатель совета представил своим коллегам вновь назначенного министра. Характеризуя сам общественный совет, Рашид Хунагов отметил, что за годы работы в нем сложился костяк неравнодушных людей, воспринимающих успехи и неудачи республиканского МВД, как свои собственные. Затем участники заседания обменялись мнениями по рассматриваемым актуальным вопросам совместной деятельности, в их числе развитие форм общественного контроля и повышение уровня доверия населения к полиции. В Адыге завершился региональный этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2017». По результатам онлайн-голосования лучшим участковым полиции республики стал старший лейтенант полиции Тимур Дауров. Победителю 25 лет на службу в органы внутренних дел он пришел в сентябре 2009 года, имеет высшее образование, в 2014 году окончил Волгоградскую академию МВД России. Должность участкового полномочного полиции Тимур с августа 2014 года и неоднократно поощрялся руководством МВД по республике Адыгея. Жители обслуживаемого им административного участка не сомневаются в способностях молодого полицейского. Надо находить принципиальный подход к каждому гражданину, чтобы решить его проблему. Также в спорах между двумя людьми найти какую-то определенную грань-черту, которая удовлетворит обеих. Третий этап конкурса состоится в самые ближайшие дни, а лучших по итогам голосования участковых полномочных наградят в канун профессионального праздника 17 ноября. В МВД стартовала профилактическая операция «Школа». Вместе с полицейскими в рейдовых мероприятиях активно участие принимают и представители общественности, рассказывает Вадим Агарков. Основной целью проводимых мероприятий является проверка подучетных несовершеннолетних, безуважительных причин прогуливающих школьные занятия. При этом в числе приоритетных остается разъяснительная работа с молодежью и оказание помощи трудным подросткам, а также членам их семей. В одном из учебных зарядений Республиканского центра стражи правопорядка встретились с самими подростками, их классными руководителями и директором. Педагоги подчеркнули необходимость и результативность этой работы и отметили вклад, который вносят сотрудники полиции. «В целом, конечно, данное направление работы, оно для нас и было актуальным, и сейчас есть актуальным. Я думаю, в обозримом будущем тоже будет актуальным». Следующим этапом рейда стало посещение многодетной семьи. В первую очередь инспекторов и общественников интересовали вопросы организации питания малолитных детей, наличия необходимых продуктов, носимых вещей, а также соответствия жилья требованиям. «Такие мероприятия, профилактические мероприятия, очень они необходимы. Они, во-первых, показывают то, что нашему обществу не безразлично наши дети, то, какими они вырастут». В ходе рейда полицейские призвали родителей к осуществлению контроля за прибытием школьников к месту занятий и проведению с ними дополнительной работы в части самообразования. «Аналогичные проверки в эти дни проводятся полицейскими на территории всей республики. В этой работе задача заключается не в выявлении правонарушений, а в оказании реальной помощи подросткам и их родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Отмечу, что такие меры профилактического контроля уже не раз на практике доказывали свою эффективность и будут активно предприниматься впредь». Вадим Агархов, Денис Вегерчук, Вячеслав Коробов, программа «Вести», дежурная часть. В оперативных сводках МВД продолжают регистрироваться факты управления транспортными средствами водителями, повторно задержанными за вождение в нетрезвом виде. По законодательству за это предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Кстати, об этом нарушителей задумывается слишком поздно. По статистике, наибольшее количество таких случаев регистрируется в городе Майкопе и Тахтамукайском районе 80 и 47 соответственно. Нетрезвыми за руль садятся как местные жители, так и гости республики. «Сотрудниками подразделения дознания территориальных отделов возбуждено 209 уголовных дел. Из них окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу 185 уголовных дел. Если сравнивать с аналогичным показателем прошлого года, то имеет место снижение на 20%. Полиция еще раз призывает водителей к недопущению подобных фактов и строгому соблюдению правил дорожного движения.